За все время существования филармонии это первый случай, когда открывают новый концертный сезон нижегородские солисты. Владислав и Денис Кожухины – гордость Нижнего Новгорода. Без ложной скромности говорит художественный руководитель и директор филармонии Ольга Томина. Их путь к успеху начался с фестиваля «Новые имена». Это особая сцена для меня, потому что с детского возраста, с 9 лет, начинались выступления. И регулярно. Сначала это был фестиваль «Новые имена», который очень многое дал, дал невероятный опыт уже с детских лет. И затем выступления уже во взрослых абонементах. Музыканты покорили половину Европы. Сейчас живут в Германии. Они поистине мировые звезды. В 2009 году братья выступили в концерте для королевской семьи Испании, где в то время учились. В исполнении Кожухиных зрители услышат концерт Рахманинова и Прокофьева. Мне нравится, что Владик играет концерт Рахманинова в первый раз. И мы в этом единомышленники. Мы делаем общее дело с большим удовольствием. Сразу после выступления братья покинут Россию. У Дениса запланировано большое турне. 9 крупнейших городов мира услышат в его исполнении концерт Чайковского. О своей обычной, не сценической жизни Денис и Владислав говорят немного. Помимо музыки, времени хватает лишь на любимые увлечения. Я сохраняю, например, увлечения чисто российские. И собираю грибы даже в Германии. Ничего. Там мороз, что ли? Есть. И хорошие, да. В новой концертной программе филармонии все чаще можно услышать слово премьера. Причем приоритет отдается нашим землякам. Все больше и больше места в программах наших занимают нижегородские музыканты. И нам это отрадно. Мы радуемся тому, что учебные заведения города работают так качественно, что готовят музыкантов с большим будущим. Думаю, что свою лепту внесла и филармония, 20 лет назад начав проводить фестиваль «Новые имена». А уже в среду поклонники Нижегородской филармонии услышат праздничный хор Варлаамского монастыря с уникальным, известным на весь мир, басом. Мария Ульянова, Алексей Калякин, Объективно ННТВ